Безопасность важнее всего. Белгородская область присоединилась к всероссийской социальной компании «Повод для обгона». Официальный старт акции дали сегодня в богату имени Шухова. Ксения Голуб продолжит тему. 85% ДТП с пострадавшими происходит по вине водителей. Из них почти половина связана с нарушением правил обгона. Такую статистику озвучили на круглом столе по теме «Наука и практика за безопасность дорожного движения». В заседании приняли участие начальник регионального ОМВД Василий Умнов, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре, а также представителей районных отделов госавтоинспекции, ученые и педагоги. В инвалиде текущего года правительством Российской Федерации утверждена стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы. Она определяет приоритеты в области безопасности дорожного движения, направления и способы их достижения, а также устанавливает необходимость использования совместных усилий, в том числе и научных ресурсов в решении проблем с обеспечением безопасности дорожного движения на дорогах Российской Федерации. Объединить все стороны в деле снижения аварийности призвана Всероссийская социальная компания, которая так и называется – «Повод для обгона». Одним из ее инициаторов стал экспертный центр движения безопасности. В рамках данной программы предусмотрен целый комплекс рекламно-просветительских мероприятий для разных целевых групп. Они будут реализованы в 10 регионах страны и Белгородская область в числе первых. Мы не про две сплошные. Мы работаем там, где выезжать на полосу встречного движения можно. И здесь и кроются проблемы. Наша страна огромная. Двухполосные дороги, к сожалению, разделить технически, как мы сегодня обсуждали, крайне сложно. Поэтому маневр, который люди вынужденно совершают, он достаточно частый. То есть, если человек перемещается в среднем за рулем каждый день, то более половины предпринимают выезд на полосу встречного движения практически ежедневно. И здесь важно не переоценить свои силы, а при возможности отказаться от маневра. Привлечь внимание общественности к данной проблеме призвана активная пропаганда. Центральным ее этапом стал запуск видеоролика с участием Дмитрия Губерниева. Он транслировался по всем центральным каналам. Выбор в качестве героя спортивного комментатора не случайен. По статистике, именно мужчины чаще совершают выезд на встречную полосу. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Белгородская область не первый раз участвует в подобного рода кампаниях. Так, в 2016-м был реализован проект «Держи дистанцию». С начала 2017-го область присоединилась к акции сложности перехода. Принимаемые меры ощутимы. С 2011-го года уровень смертности на дорогах региона снизился более чем на 43%. Для улучшения показателей необходима совместная работа всех структур. Наши ученые, специалисты, в частности, кафедры эксплуатации, организации дорожного движения на автомобильном транспорте, вместе с сотрудниками госавтоинспекции, активно работают над реализацией мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий, а как следствие смертности на дорогах. Логичным завершением мероприятия стало подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Ксения Голуб, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.